Пока об уголовно-мусорной эпопее, которая продолжается во Львове. Город буквально завален отходами. Их уже 7 тысяч тонн. Грязные баррикады появились даже в историческом центре. Туристы брезгливо зажимают носы, а львовяне боятся за свое здоровье. Ведь такая антисанитария чревата массовыми отравлениями. Областная прокуратура открыла уголовное производство против городских чиновников. Но есть ли выход из мусорного тупика? Галина Якушкова я сняла. Тихая улочка в самом центре города. Ощущение, как будто ты на отдыхе за границей. А вот такой вид открывается в нескольких метрах. И шокирует не только вид. Запах в городе просто невыносимый. Эта семья полюбоваться старинным Львовом приехала из далекой Армении. Да и некрасиво, правильно. Много, очень много мусора было здесь. Город такой красивый, но мусор это уже мешает. Мусор из центра не вывозят вот уже неделю. Чтобы окончательно не испачкать репутацию туристического Львова, горожане даже сорить меньше стараются. Я даже не выношу уже из дома, потому что не хочу, чтобы еще больше было. Но дома також тримать неможливо, понимаете. Тут есть какая-то катастрофа, экологическая катастрофа. Чтобы такая красота, такая улица шикарная. И чтобы такое было. Это жах. А вот дворик Львовского института банковского дела. Зловонные кучи уже достигли окон. Не можливо открыто окно, если его отчините. Сейчас вы слышите запах. Районные власти даже не удивляются. Говорят, такие завалы во Львове повсеместно. Таких и 85 майданчиков в районе. Сразу три мусорные горы выросли на вот этой улице. А это прямо возле детской площадки. И возле переполненных баков играют дети. Ведь больше просто негде. То не только тут, в одном месте. То, что бля моего будинка так и неприятно. Бо деколи мячик туда попадает. Не дуже приятно діставати. Потім мячик треба мити. Садок рядом. Садочок, діти маленький. То, что я не заводжаю. Я кажу, что эпидемия. А точечные проблемы со здоровьем уже начались. У Натальи двое детей. Младшему сыну пять лет. Последние несколько месяцев его постоянно мучает кашель. Установить причину врачи не могут. Но мать уверена, все из-за мусора. Если сметан лежит на улице, его много, оно гниет. Бегают щурьи в конце кинцов по улице. То есть есть микроорганизмы, которые, возможно, причиняют такие инфекционные заболевания. Власне дыхательных шляхов. Потому что, если выходишь, реально смотрят. Врачи бьют тревогу. Если мусор не вывезут в ближайшее время, то массовые отравления и эпидемии неизбежны. Областная прокуратура даже уголовное производство на подчиненных мэра открыла. Это порушение санитарных правил и норм, что до запобегания инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям. 7 тысяч тонн. Именно столько мусора уже скопилось во Львове. Для понимания, в грузовик помещается около 20 тонн. То есть сейчас на улицах города отходов на 350 фур. И это количество продолжает расти на 600 тонн в день. Как выбраться из этого мусорного завала? Андрей Садовый разводит руками. Мол, сделать ничего не может. Мы обратились к главе государственной комиссии премьер-министра, к главе нашей областной комиссии Синютки, про то, что меморандум на превеликий жаль не выполняется. И мы проинформировали все службы, чтобы быть готовыми до следующих кроков. А следующий крок – это инициатива оголошения обычного станка. Не отказываются, а просто не могут принимать львовский мусор в области. Мэр Старого Самбара Игорь Трюхим говорит. Сбрасывать дополнительно 10 тонн отходов попросту некуда. Питание, что потом самим делать. Мы приняли, а потом сами будем куда? Возвести до Львова, в Самбер, или куда-то другое? У нас нет, куда рассмотреться. Пока только три города в области согласились взять отходы из Львова. Новояворовск, Буск и Червоноград. Суммарно они готовы принимать 80 тонн в день. Но Львов продуцирует в 7 раз больше. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности недели. Телеканал Интер. Львов.